Чистят город от снега и наледи. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни во Владимире продолжатся осадки. Как сообщают в мэрии, глава город-администрации Андрей Шокин лично контролирует ситуацию зимней уборки города и встречается с главами районных администраций профильных управлений. Только за прошлую неделю с автодорог, площадей, улиц и тротуаров города коммунальщики вывезли около 12 тысяч тонн снега. В приоритете дороги, ведущие к социально важным объектам и оживленные магистрали. Однако спецтехнику направляют и в присоединенные территории. Жители города муниципальной власти призывают тоже подсказывать, где уборка снега буксует. Нормально чистится. Я вот здесь часто хожу, и здесь хорошо достаточно чистится. На мой взгляд, вообще дворы не чистятся. Это раз. А во-вторых, вот сейчас пока еще так, а то и тротуары забросают. Поэтому идем по проспекту Ленина, а не по улице Разина. Жители Владимира просят с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники и специалистов. Не бросать свои машины на обочинах дорог и убирать их из дворок на время уборки. Сообщать о тех городских территориях, где еще не успели почистить снег, можно по телефонам горячей линии Центра управления городскими дорогами. Их вы видите на экране. К слову, за чистоту дворок многоквартирных жилых домов отвечают управляющие организации. Перед началом зимнего сезона они отчитывались перед управлением ЖКХ и районными администрациями о готовности к уборке. Однако, не все из них добросовестно справляются со своими обязанностями. Их работу ежедневно контролируют в управлении ЖКХ. Там собирают отчетность об уборке территории, вплоть до предоставления фотографий неубранных участков. Кроме того, по распоряжению глава администрации города заработал дополнительный телефон единой дежурно-диспетчерской службы, по которому круглосуточно можно сообщать свои пожелания по уборке, в том числе дворовых территорий. Если в снегопад ваш двор так и не убрали. 53 11 48 единая диспетчерская служба горячая линия. То есть по всем фактам нарушения вы можете обращаться туда и будут приняты меры, даны задания для своевременной уборки территории. Мы выявляем нарушения и принимаем меры административного реагирования, если выявлен факт нарушения. Сколько может составить штраф, если, например, не убирают управкомпании? Смотря на кого составим. На должностные лица минимальный размер от 5000 рублей может повышаться, если уже это лицо привлекалось к административной ответственности. И на юрлицо от 50 тысяч выше может подниматься. То есть тоже, если уже в зависимости привлекалось лицо, то могут штраф увеличить в размере. Но также, конечно, выдаются предупреждения, если это разовое.